Вы смотрите программу в центре событий. Спасибо, что остаетесь с нами. Итак, Украина ввела военное положение. Опять. Причем это именно военное положение по-украински. Часть госучреждений в повышенной боевой готовности, часть, естественно, нет. Где-то повальная мобилизация, где-то запрет наношения гражданскими военной формы, что бы это ни значило. Где-то закрыли границу, но не всю и не для всех, где-то нет. Хотя россиян, которые еще зачем-то пытаются попасть на Украину, стали заворачивать с повышенной скоростью. Отдельно прекрасна ситуация со свободой слова и демократией, особенно в части политики предстоящих выборов. А уж как это военное положение вводилось, вообще песня. В общем, как написал один известный политолог, замахиваются на Уильяма нашего Шекспира, а в результате всегда почему-то получается свадьба в Малиновке. В народе этот же эффект носит название «яка страна, такие теракты». Но, увы, при всей внешней комичности происходящего смеяться не на чем. Потому что украинская хунта, оказавшись перед очевидной вероятностью потери власти, чрезвычайно опасна. Почему, пояснит Александр Огородников. Чтобы принять решение, украинскому политикам много времени не понадобилось. Все как будто ждали нужных вестей, и немедленно ночью Порошенко созвал совбест, на котором и было решено ввести в стране военное положение. Но сначала это положение чуть не пришлось ввести в Раде, созвано его утвердить. Сразу после начала заседания трибуну заблокировали депутаты радикальной партии. Это вопрос жизни или смерти. Это касается миллионов украинцев. Мы настаиваем на перемене и на консультациях с президентом. Я требую от вас не нарушать конституцию и права миллионов украинцев. В судьбоносном для страны заседании участвовали все. В ложах явно нервничали премьер Гройсман, секретарь СНБУ Турчинов, глава МИД Климкин, министр обороны Полторак. Спикер Раде неуверенно просил всех успокоиться и периодически пытался что-то обсудить по телефону с Порошенко. В зале то и дело завязывались потасовки. Чтобы хоть как-то успокоить депутатов, Куруби ближе к вечеру сдался и объявил перерыв. Десятиминутный перерыв затянулся на несколько часов. И, вероятно, депутаты, требовавшие консультации, добились переговоров с Порошенко. По крайней мере, первоначальный вариант президентского указа о введении военного положения претерпел существенные изменения. Новый документ мы внесли на замену предыдущего. Второе, военное положение, вводится на приграничных с Россией территориях. Там, где Россия может нанести удар. Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азовско-Керченского пролива. У Петра Алексеевича не получилось реализовать в полной мере то, что он хотел. Он хотел все-таки сдвинуть выборы, он хотел получить на два месяца военное положение на всей территории подконтрольной ему постукраинского пространства и, помимо всего прочего, ввести жесткий прессинг в отношении своих оппонентов. Все у Петра Алексеевича получилось! И поэтому я вмешиваюсь в программу в центре событий с Анной Прохоровой, где я разбираю ключевые события этой недели с позиции украинской власти. Всем здрасте! И это наше сражение под Анной Прохоровкой с вами, с фашистами и агрессорами, а на экране известный пропагандист Дмитрий Киселев. Значит, сегодня в программе на форуме «Россия зовет» Владимир Путин выступил. Разбираем его речь по косточкам. Трамп отменил встречу с Путиным. Разбираем его поступок Дональда Трампа по косточкам. Путин усомнился в возможности его захвата на военной базе. Ну, американцы не лыком шиты. Могут его и захватить. Или нет? Или Путин отобьется? Узнаете? Крещение в реке. Российские власти сошли несанкционированным митингом. Случай в Татарстане. Очень выпиющий, который доказывает, что в России одно мракобесие. И Британия поймала журналиста Первого канала на шпионаже. А Тимур Сиразиев-то, известный журналист Первого канала-то, коллега Петрову и Буширову выяснилось. Так, с чего мы начинаем? Мы начинаем с Владимира Владимировича Путина. Как и все в России, естественно. Итак, разбираем по косточкам. По ФСБшным Костинам. Речь Путина на форме Россия зовет. Во-первых, звать можно вперед, а можно в пропасть. Тут не уточнили, куда же Россия зовет. Во-вторых, главным спонсором инвестформа является Банк ВТБ. А это государственный банк, ну или банк с госучастием, который управляет выходец из КГБ и ФСБ. Костин, которого поставили туда, поставил туда Путин в качестве смотрящего за капиталом. То есть он, Костин лично, не создал этот банк. Он не развил его просто туда. Путин поставил в качестве смотрящего. А где же российский бизнес, который должен звать инвесторов? А в полный жо, то есть в инструментах, так сказать, насти рыбки. И, кстати, да, правительство закупит алюминий у русала в государственный резерв. Чтобы Дерипаска совсем не обеднял. Ну а то, что алюминий не является драгоценным металлом, и им нельзя будет расплатиться в случае чего. Всем в правительстве пофиг. Главное поддержать своего человека в русале. Ну и сам русал. Но не пофиг в правительстве на самого Владимира Владимировича Путина. И вновь из экономического форма, форма Россия зовет, превратился в политический и социальный. Доказы нам всем, что нету больше экономики России, а есть государственный корпоративный трейдинг. Ну и все. Ну, государственный корпоративный трейдинг, это значит, что торгуют на биржах. Только те фирмы, которые так или иначе, то ли в своем установленном капитале, то ли через лиц, которые управляют этими фирмами, так или иначе связаны с государством. Такие формы, как Россия зовет, нужны не для укрепления экономики России, а для того, чтобы наш президент вновь выступил перед обожателями. Вновь что-то едко сказал про Запад. И все. Вот что он сказал на сей раз. Такое впечатление, что украинские власти, если потребуют младенцев на завтрак, то им, наверное, Запад принесет младенцев на заклание. Тут, конечно, наш президент сел в полную лужу. Он мог забыть и забыл о том, что действия его и его бездействия в свое время провели к гибели сотни детей. Именно детей, а не подростков. Например, в Беслане в 2004 году, ну и со всех недавних случаев в ТЦ «Зимняя вишня». Да, когда детей закрыли в кинотеатре, и, ну пусть получилось, так сказать, непроизвольно, но все-таки сожгли. А тут президент Путин говорит, что киевские власти на заглание детей-то принесут. То есть пожертвуют своими детьми. Владимир Владимирович, да вы сами детьми пожертвовали, уже вся страна знает, как в Беслане там танками херачили по террористам, лишь бы их добить. А на детей было всем пофиг. И тут можно было бы сказать, но бывают ошибки у каждого. Ну, прослал вывозку террористов из Чечни в Осетию тогда, 10 лет назад, даже больше. Да, но тогда не смей заикаться про детей на Западе, которых, в отличие от тебя и твоего государства, не стреляли танками. Очень много детей погибло именно при Владимире Владимировича Путине в России, а не при Ельцине. Да-да, Володя, у тебя вот недавний пример, но я уже говорил, да, когда детей в торговом центре зимней вишни, заперли в кинотеатре и сожгли. Да как ты смеешь заикаться про детей в Украине? Все правильно они там делают. Детей учат рыть окопы. Ибо меня в свое время тоже учили, чем глубже окоп ты вырвал, тем дольше проживешь. А главное, конечно, это в условиях войны сохранить жизнь детям. Это одна из главных задач. То есть их защитить. То есть детей учат тому, ну как сказать, то есть детей заставляют делать то, что потом и может спасти жизнь. А ты, твоя пропаганда этим возмущается, не понимая этого фактора. Ну или сознательно умалчивая, что скорее всего. Они там на Западе, а Запад теперь это и Украина, да, в том числе хотят, чтобы дети выжили. Там детей, менты не бьют нагайками, как у тебя в Москве. И не расстреливают. Их пытаюсь освободить. И ты, Володя, заикаешься про детей. Ты, Володя, тот еще мудак. Дальше Путин высказался про доллар. Что доллар уходит от нас. И есть желание найти альтернативную валюту и создать систему расчетов. Только есть одна проблема. Она стоит в том, что доллар это универсальная валюта. Ей можно расплачиваться где угодно во всем мире. А курс падающего рубля, рубля, которым можно подтереться в коридоре финансистов, убыточен для компаний. И не везде рубль ходит как валюта. Ну, попробуй, например, рублем расплатиться в каком-нибудь Ванутау. Ты не расплатишься в Ванутау рублем. Но ты расплатишься долларом, может быть, и евро. Но долларом точно. Рублем ты там в основном в государстве не расплатишься. Лишь в СНГ. И случится такой парадокс. Так, ты расплачиваешься с партнером в национальных валютах, но по курсу ты продаешь подешевле, а покупаешь подороже. Без доллара может быть так. Впоследствии этого ощутили многие россияне, когда пришли в магазин. Путин про экономику России. Мы понимаем, что рост экономики недостаточен для повышения уровня жизни россиян. Секундочку. Вы правительство России. Вы должны не понимать, что худо населению, а искать пути выхода из дна. Понимать можно то, что завтра ты умрешь. И ни хрена не глотать таблетки для своего спасения, к примеру, и не идти на жизненно важную операцию. Ну да, ты понимаешь, что завтра ты умрешь. Ну ты понимаешь этого. Но сделать ты ничего не можешь. А тут надо делать, а не понимать. А Путин нам говорит, на форме России, что политика понимает, но понимает, ни хера ничего не делает. А иначе бы членов правительства сократилось. То есть вице-премьеров вообще бы не было, остались только лишь министры, премьер-министры, ну и их заместители, которые там помогают, министрам и премьер-министрам. Вот это вот института вице-премьеров, вице-премьер по этому, вице-премьер по тому не было бы, поскольку бы правительство работало эффективно. А так как оно работает неэффективно, как раз и нужны эти самые вице-премьеры, которые ни хрена ничего не делают для развития страны. В этом я убежден на 170%. Дальше, то есть, должен, да, у правительства должен быть план А, план Б и план С, и тут как-то неподоксально с пропагандистом Михеевым Лизаблюдом, который это все сказал, я абсолютно согласен. Конечно, у правительства должны быть запасные планы на случай форс-мажоров, но их просто нет. То есть, в правительствах назначили, вот этого назначили, кого там назначили, ну всего одного, допустим, назначили. Но он такой сидит, сидит и решает, кому деньги дать, кому не дать, лишь бы в минус не уйти, и все. Какое развитие страны, ну о чем? Делать надо, а не понимать. Дальше, Путин говорит про нефть, на инвестформе Россия зовет. Нам не нужна сланцевая нефть, мы формируем бюджет из 40 долларов с небольшим. А, кстати, формируют они бюджет из долларов, а где же укрепление нацвалюты? Ты же, Володя, с этого начал свое выступление, но рано или поздно придется добывать сланец в России. Запасы нефти-то близко к поверхности истекают или истякнут в будущем, и тогда придется добывать сланец. Но тогда у всех уже, у наших конкурентов, будет развита добыча сланца. А у России нет, просто потому, что Путин сказал, что сланец нам не нужен. Хе-хе-хе, пчелопротив мёда. Так что держитесь, автомобилисты будущего. Не думайте, что электрокары вас спасут от повышения цель. Это же надо было заявить президенту, у которого большая львиная доля бюджета формируется из нефтянки, заявить, что сланцевая нефть не нужна России. Это как все равно, что людям заявить, а вы знаете, а нам не нужен кислород. Слишком кислород вреден, особенно когда долго его вдыхаешь. Дыхалка портится. Ну так если не вдыхать кислорода, ты умрешь. Это полное незнание президентам Путином основ российской экономики и основ экономики вообще на лицо. Путин сказал о пенсии. Пенсии будут расти. Тут в принципе он прав. Но он забыл добавить, что наравне с пенсиями вырастут цены, тарифы, налоги. А также будут введены новые налоги. И пенсия вообще будет только для тех, кто доживёт до 65-летнего возраста. Когда в России бушует самая высокая онкология в мире. И в среднем россияне умирают в 60 лет. Кстати говоря, онкология это бич российской медицины. Самая острейшая её проблема. Где в медицине завалы, именно в онкологии. К сожалению, именно поэтому мужчины умирают в 60-летнем возрасте большинство. А вовсе не потому, что как вас уверяет пропаганда. Вот они там были на войне, получили какое-то ранение, естественно. Раненому человек не может там до 80 лет дожить. Вот он там. Люди бухают в России. Да, люди, возможно, где-то что-то бухают. Но я знаю много людей, кто вели относительно здоровый образ жизни. И убирали 60 лет. Именно потому, что у нас никчёмное бездарное правительство. Которое курирует ещё более бездарную медицину. Ну, хотя есть действительно классные врачи. Но им, как правило, за 60 лет. За 60 лет врачам. Они рано или поздно сами умрут. И кто тогда придут? Вот эти вот люди, которые там не могут операцию на зубах без летального исхода сделать. Как было однажды у нас в случае в России. У вас в случае в России. Страшно за российскую медицину будет. Так, вернёмся к речи Путина. Путин сказал про США, что у них великая страна и единственная универсальная валюта доллар. Забыл, что он говорил, но что Россия будет расплачиваться на нас в валютах. Такую сказку мы слышим уже 20 лет. А вот там, наоборот, Россия закупила другую резервную валюту евробонды в свои кошельки. И об этом объявил Центробанк. Ну, то есть, Путин заявляет на нас в форме. Вот мы будем называть систему расшотов в национальных валютах. А нахер тогда правительство Российской Федерации в лице Центробанка закупает минуточку евробонды? Вот такую вот бредятину Путин нам задвинул на инвестформе «Россия зовёт». Если Россия и куда-то зовёт, то уж точно в пропасть. Идём дальше. Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе, где расшисты атаковали корабли ВМС Украины. Ура! Очередная перемога над Россией. Ну, и хотя Трамп такой товарищ, он сегодня сказал, нет встречи, а завтра он продаст Путину пентхаус в Москве, но всё равно теперь, чтобы поговорить с еленами мира сего, Хуютину надо его ловить по всему Конгресс-кулу, в том числе как и Юлия Владимировна у туалета. Центральной отдельной встречи не состоялось. И это хорошо для Украины. Обратите внимание на Трампа. Он не стал сразу кричать, что Россия виновата, или это украинская провокация. Он честно сказал, в отличие от Хуютина и Петра Великого Шоколадного, надо разобраться в ситуации в Азовском море. И в самолёте, который летел из Вашингтона в Аргентину, он начал реально разбираться в ситуации. Вызвал по скайпу директора Центрального разведательного управления, ну, ту самую, Кровавую Джину, и начальника военной разведки США. Выслушал их доклады, а также ознакомился с секретными документами по Керченскому проливу. И всё это ради того, чтобы не создалось впечатление, что, ага, раз он президент США, то, чтобы не было, он всегда будет против России. Нет, Трамп сохраняет максимальную объективность и корректность в оценках. В ситуации де-факто битвы на Азовском море, русско-украинской войны 2014 года по наше время, Трамп приобретает статус решалы в мировой политике. Его слова и дела взвешены как никогда. И это он ещё раз доказал, когда не стал сразу угнобить Россию, а сказал, что надо разобраться. И вот при помощи анализа данных и декретов разведслужб Трамп в самолёте в борте номер один для всего мира делает единственный правильный и объективный вывод с доказательствами, что это Россия напала на корабли ВБС Украины, которые находились в своих территориальных водах. Особое внимание Трамп уделил морякам, которые не были возвращены на Украину и до сих пор гниют и терпят пытки в ФСБ. Тут у меня написано в УФСБ по Крыму, но украинских моряков уже переместили в Лефортово. Я слушал ещё одну очень интересную версию, которая в принципе похожа на правду, потому что вот эти вот корабли, они раньше служили, то есть они сделаны в Соединённых Штатах Америки, и расисты их захватили для того, чтобы их изучить, все их и этих прибочек. То есть им вот эти украинские корабли были нужны кровь из носу, чтобы изучить, ага, какие технологии есть на Западе, и с какими технологиями Запад, Соединённые Штаты Америки может поделиться с украинской властью. То есть даже если бы эти самые корабли находились около Одессы, их всё равно бы захватили с целью изучить. Так, что у нас там дальше идёт? Что нам бы сказал Хуютин Путин? Что это внутреннее дело Турции и Украины. Так, это про что у нас? Так, если бы была бы зеркалка, то есть зеркальная ситуация, к примеру, Украина задержала бы турецких моряков, что нам бы сказал Хуютин Путин? Что это внутреннее дело Турции и Украины. А Трамп не такой. Он остро чует, где справедливость, а где огонь на поражение по катерям ВСУ со стороны ФСБ. Поэтому именно за ним, за Трампом, последнее слово в мировой политике, а не за кровавым диктатором из ленинградского ЧК. И потом Сенат США полностью согласился с выводом президента США по ситуации в Керченском проливе. В результате Сената США, говорится, Россия нагнетает ситуацию в Евроазии. Мир должен объединиться против России и её действий в Керченском проливе. Немедленно Россия должна и обязана освободить всех украинских моряков и кораблей ВМС Украины, которые не вели боевых действий, а мирно проходили через Керченский пролив. Пока на них тараном не напало погран управления ФСБ по Крыму. Россия обязана прекратить чинить препятствия украинским и другим судам, которые проходят через Керченский мост. Как сказал один из авторов данной резолюции, которую я вам сейчас зачитал под Керчи, сенатор-демократ Крис Мёрфи, мы послали чёткий сигнал Владимиру Владимировичу Путину о том, что не надо испытывать западное терпение. Мы не будем терпеть агрессию России против Украины. И скоро вдвоем по России в Азовском море и поддержим украинский народ и его власть в войне с Россией. Ну и что ж, остаётся надеяться, что когда объединятся две ветви власти, исполнительная и законодательная в США, против России, и будут жесточайшим образом оказывать давление на Владимира Владимировича Путина, и Россию хотелось бы видеть это давление в виде танков, пехоты США, оружия другого, но передача может быть F-22, F-16, винтовок М-16 в Украине. Вот какое хотелось бы, чтобы американцы оказывали давление на Путину и Россию. А пока что, да, Трамп разобрался, да, Трамп объективно сказал, что Россия виновата, но каких-то последствий для России он не вёл, к сожалению. А хотелось бы для украинской армии танки Абрамс иметь. Вот так вот. Да, безусловно. Путин усомнился в захвате на военной базе. Президент России раскритиковал голливудский боевик Хантер Тельнер, охотник на убийц во время пресс-конференции по итогам саммита G-20 в Буэнос-Айресе. Журналисты, пропагандисты пересказали сюжет фильма, который запретил господин Мединский для всех в России. По сюжету фильма, в котором министр обороны России Сергей Кужебетович Шойгу, точнее его прототип, устраивает в стране военный переворот и берёт президента Путина, а точнее его прототип, в заложники на зоопулярной базе, позволяет у Владимира Путина его прототип командир американской подводной лодки из плена Сергея Кужебетовича Шойгу. Ну, если, кстати, рассуждать о том, кто способен совершить военный переворот в Российской Федерации, то, наверное, всё-таки не Сергей Кужебетович Шойгу, но слишком, как сказать-то, психотип его для военного переворота, скажем так, не подходит. Знаете, кто мог совершить, кто может совершить госпереворот против Путина? Тот, кто был рядом с ним всё его время. Тот, кто оберегал его, конечно же, по законам жанра. И это вовсе не Сергей Кужебетович Шойгу. Это золото. Да. Вот он может совершить госпереворот. Но американцы этого не учли. Ну, и Путин вот что сказал на этот весьма странный сюжет. Ну, на нашей базе маловероятно. Сценарий два маленьких катера, подаренных США и Украины, не прошли через Керчевский пролив, а чтоб подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм, сказал Путин про хантера-киллера. Какое твое дело, плохое или хорошее? Я просто хочу его смотреть. А вы запрещаете мне. Ну, и да, Минкульт отказал ему в прокате в России. Вел таким образом жесточайшую цензуру в кино и в театре, вопреки, между прочим, Конституции России, которая досталась нам кровью событий октября 93-го года. Все равно известно, что Минкульт хочет ввести в Госдуму закон об ограничении проката заубежных картин в России. Тупость, никчемность, лошарность, бездарность, убогость господина Мединского не знает границ. Самый лошарный, самый отракительный и никчемный министр культуры в России в частности и министр России вообще. Он не понимает, что запрещая фильмы, ограничивая их в прокате, он вредит сам себе. Да, он даже диссертацию не смог написать своими силами. Какой министр культуры такое и кино с рейтингом фильма «Взломать блогеров» 1,128 из 10 тысячных баллов по версии Кинопоиска. Увы, но в России перестали делать хорошее кино. Хотя, мне вот все ругают, да, но мне из последнего российского кино, ну, ну, и в Гоголя не будем считать российское кино, там все-таки часть украинских авторов его делали. из последнего чисто российского кино мне вот это вот по вот это вот, как бы, по Лукьяненко вот этот вот фильм про параллельные миры, вот этот вот, мне понравился, ну, там еще про башню в параллельные миры, все, все ругают, а мне он оставил довольно-таки приятные впечатления. Ну, там, где еще команда, как же его, забыл, ну, ладно, забыл название, но он не понравился фильм более-менее, да, хотя Баткомедиян его раскритиковал полностью, но все остальное полное говнище, а не кино у нас. В России перестали делать хорошее кино из-за того, что деньги фонда кино уходят своим в кавычках режиссером и продюсером, причем тупости господина Мединского не хватает даже для того, чтобы понять, что в СССР удали сделать такие замечательные картины, как Иван Васильевич ведет профессию и урония судьбы, хотя никогда не любил урония судьбы, горячий снег и моя любимая картина приключения итальянцев в России без всякого фонда кино. Это не означает, что в СССР не было цензуры, что государство не помогало киношникам, просто тогда деньги шли не в сам фильм как таковой, а в творческие объединения. Это принципиально другой подход. Творческие объединения могло создать несколько хороших фильмов, а не один говно-продукт с немцем в главной роли, а не один сколько достойных картин. Ну и спрос был с этих объединений строже, да, была цензура, никто не отрицает, но не было в прокате СССР, например, первой части «Звездных войн», но зато был фильм «Москва-кассиопея» с рейтингом кинопоиска по сей день 7,900, то есть 7,900 процентов из 10,000 процентов по сей день. Фильм 77-го года с рейтингом 7 из 10 по сей день. Мединского, такой уровень кино при Мединском не то, что не достичь, он далеко-далеко в космосе, этот уровень советского кино для Мединского. Вы представляете, да, по сей день 7 палов из 10 фильма 1973-го года. На этом фоне Мединский это просто ослик в мочи, в российской мочи. Цензура была в первую очередь в СССР эстетическая. Да, конечно, с многими продуктами в СССР кинопродуктами поступали очень плохо, оставляли их на полку. Полкино делали-то реально талантливые картины, а не то, что сейчас говнопродукт. Но эстетической цензуры сейчас нет в фонде кино. Сейчас есть другая цензура, по которой если ты как-то не замешан в связях с Тимуром Беквамбетовым либо с Мединским то ты просто не получишь денег из фонда кино, даже если ты сверхталантливый режиссер. Печалька, печалька. Но и Мединский да, не смог написать диссертацию без тупого копирования, а потом стыдливо, смазливо, со скандалами все-таки он защитил свою диссертацию в СССР в кино вбухивали кстати говоря меньше денег чем сейчас в России но отдача была больше а в России денег в кино вбухивает много а снимают откровенное говно при Мединском я скучаю иногда по министру швыдкому былых имен уж не вернуть от тедалечия что касается Путина на саммите G20 минуточку так сейчас я покажу вот самого наитупейшего министра вот он вот он убогость просто убогость то у него написано на лбу что он лошарик лошарик у него на лбу написано тупой министр абсолютно наитупейший министр вернемся к Путину у нас все таки больше политическая программа а не про кино что касается Путина на саммите G20 все обратили внимание что он тепло повстречался там с расчленителем прошу прощения он там тепло повстречался с наследием с наследием с принцем саудовской Аравии Аравии Салманом человеком который отдал приказ своим дипломатам именно сначала дипломатам а не сотрудникам спецслужб жестоко расчленить Д.Хашоги бензопилой не просто убить подло в спину пули и затылок как наш Вовка расправился с Немцовым на Красной площади а именно расчленить дабы голова Хашоги у него висела во дворце и этот зверский человек кому был рад встречи на саммите G20 кто его кумир Путин Владимир Владимирович ну что тут можно сказать кровавый диктатор кровавого диктатора видит издалека также есть любопытное видео где Путин всячески докапывается я бы даже сказал нет я не буду это говорить ну короче Путин докапывается до Меркель от него отворачивается демонстрирует тотальное пренабрежение и раздражительность к диктатору России несмотря на то что у нее сломался самолет и Путин мог бы ее подбросить до своем самолете до Берлина но не стал это делать потому что он нехрена не джентльмен а шиновый диктатор оттуда вывод не надо запрещать кино а надо бороться с тем чтобы гражданство России стало более престижным а так что пока несмотря на то что Путин там со всеми встретился на саммите G20 ну кроме Трампа и то они там виделись ну в общем в рейтинге пока Путин летает туда-сюда на мировые встречи в рейтинге портала индекс паспорт российский паспорт на 118 месте нас обошли такие мощные в кавычках страны как Пуапс Пуапа Новая Гвинея она на 83 месте и Палистина на 39 месте вот вот итог продуктивность международных саммитов для Владимира Владимировича Путина нас обошла Пуапская Гвинея и такое сверхмощное государство как Палистина в том числе и за деятельности таких умников таких бестарей в России как господин Мединский и чуть не забыл по поводу фантастического сценария со слов Путина про его захват ну армия США это вам не кораблики ВСУ Дельта и морские котики на многое способны что показала игра Cloud Duty Modern Warfare 3 где как раз освободили русского президента да такой аргумент спорный весьма и весьма но давайте-ка рассуждаем что действительно реально армия США это не армия Украины и Дельта и морские котики могут захватить президента Российской Федерации я такой сценарий допускаю а вот победим ли мы проиграем ли в этой ситуации тут не знаю можем можем то есть наши горошники могут освободить президента а могут и нет тут конечно смотря кто будет в ГРУ если будут Петров и Буширов по прежде то чувствую что проиграем а если будут реально спецназовцы спецназовцы так еще и умные то мы можем освободить президента если его Дельта и морские котики захватят но в любом случае не надо недооценивать врага это вам армия США не армия Украины крещение в реке сошли несанкционированным митингом баптисты возмущены наказанием да за религиозный обряд вот пропаганда у меня еще у вас в России все конфессии ну или у вас в России у всех конфессии я почему считаю у вас у нас потому что я считаю мое государство это Украина ну так вот хотя я гражданин России так вот вернемся к теме крещение в реке сошли несанкционированным митингом баптисты возмущены наказанием за религиозный обряд да уж конкуренцию РПЦ не потепит в любом виде несмотря на то что российская пропаганда вам овет что у нас все конфессии живут в мире и согласии это не так российский союз христиан баптистов обвинил полицию Татарстана где вероятно больше 100 людей мусульмане в устрашении верующих и гонений на них пастор церкви возрождения Леонид Поваров 29 июля 2018 года в реке Каме проводил обряд крещения а также проходил среди прихожан данной церкви выход на природу с прихожанами верующие на реке около реки пили чай и проводили обряд хочу особо подчеркнуть что у верующих баптистской церкви не было никаких политических лозунгов выкриков и даже не было с собой транспарантов с надписью Путин вор а единая Россия пидоростия привет Миронову а жаль ну не было таких лозунгов и транспарантов и нет и самое удивительное тогда 28 июля даже никто из очевидцев обряда рыбаков на реке просто прохожих не вызывал наряд полиции то есть баптисты абсолютно никому не мешали но время шло и 22 ноября 2018 года Леонида Поварова задержали полицаи Татарстана в данном случае именно полицаи а не полицейские ибо гонение на верующих так похоже на обыкновенный фашизм в России поместили полицаи его под стражу и предъявили предъяву чтобы баптисты публично выражали свое мнение которое создавало опасность общественному порядку общественному порядку на реке кому создавало эта опасность шиитским рыбам что ли или православным моллюскам непонятно а уж как возмущены ракушки эти самые религиозные фанатики ай-яй-яй это дело если бы если бы в нем не было коррумпированных судей и давления в том числе и Тихона Шевкунова а мы знаем кто такой Тихона Шевкунова это реально человек кто сейчас управляет Россией то есть Путиным а кто управляет Путиным тот естественно управляет Россией а раз Путиным управляет человек в Рясе значит РПЦ реально управляет Россией а вовсе не Путин и не Единая Россия да молокобесия на Руси правит ну и так вот если бы не эти все судьи прокуроры коллумбированные РПЦ развалилось это дело не то что в европейском суде а даже в нашем верховном дело шито настолько белыми нитками что возникает вопрос а что собственно происходит а происходит обычный рейдерский захват храмов и прочего имущества других христианских конфессий в бизнесе это называется устроение конкурента законными способами под соусом что другие христианские конфессии могут раздражать оскорблять тех кто исповедует иную религию создается потенциальная опасность причинения ущерба на суду и физическому здоровью граждан РПЦ при помощи суда штрафует и изгоняет со своих епархий других христиан которые у них конфессия не так многочисленная как у православных в честности баптистов причем никого не волнует что значит потенциальная опасность ну вот к примеру и у тебя есть старый дом он из дерева есть потенциальная опасность что он горит при пожаре такая опасность есть и ваш сосед на этом основании что может сгореть ваш дом что может быть пожар сравнивает бульдозером ваш дом нормально а так только помягче решил поступить с баптистами суд Татарстана да вот этой вот формулировочке что баптистская церковь создает потенциальную опасность другим религиям это при том что когда они проводили обряд 28 числа они никому вообще не мешали но их оштрафовали на 20 тысяч рублей за крещение в реке когда РПЦ на крещение в минус 20 градусов выгоняет людей на реку и заставляет голым купаться в ледяной полубе то это почему-то называется традицией и христианскими ценностями и не смущает и не смущает правоохранителей а когда баптисты делают то самое но летом то почему-то это нарушение закона это вообще это просто мракописия это это просто смешно вот оно то есть просто окунание в реке то есть просто купание в реке считается опасным несанкционированным митингом и религиозным обрядом который служит оскорблением чувств других верующих и пиато хоп ползу а что вот я например со стремянки нырну это что оскорбляет православных ну тогда нахер такое православное православие которое может оскорбиться тем что я просто нырну в реку и мои люди и мои знакомые тоже нырнут в реку вместе со мной это вообще какое-то просто за гранью право есть право а эта вся ситуация с баптистами это за гранью право даже того басманного правосудия которое есть в России это просто за гранью даже даже знаю вот эти вот самые 20 тысяч которые оштрафовали баптистов закупание в реке закупание просто в реке пойдут на строительство православного храма в парке Патриот в Москве причем интересно да ущерб наобственному здоровью граждан якобы вызывают баптисты своими обрядами так но никакой российский суд и уж тем более менты не возмущаются тем что мусульмане на Курам Байрам массово режет скотину прямо на улицах наших годов я понимаю что это традиция что в городных районах Кавказа так приучали молодежь к виду крови к зарезанным баранам дабы когда родители уедут старшие братья могли постоять за сестер и за младших братьев не умели облачаться с кинжалом тренируюсь на баранах то да сё но когда это происходит в Москве и когда московские улицы залиты кровью баранов и овец это уже совсем другое это уже пропаганда насилия среди молодежи в чистом виде и никто не пикает никто не обращается в суд потому что попробуй обратись в московский суд против мусульман сразу к тебе в дом приедут кадыровцы как у меня однажды я такой еду в автобусе заходят но я вижу там что там просто женщина с платками ничего еще раз ничего против мусульман я не имею но но должно быть ну как сказать не то что там уважение но если уж вы разрешаете резать баранину на улицах в Москве то разрешите баптистам проводить свои обряды в реке ну так вот зашли ко мне значит в автобус вот эти вот самые представители мусульманского народа и потребовали чтобы я встал для их детей чтобы детей посадить на месте которым я сидел на место на котором я сидел в автобусе вообще нормально а жестко потребовали пришлось подчиниться то есть они мне я правда крестик конечно же снял но все таки де факто де факто крещеный в веру РПЦ и при том что у нас большинство верующих РПЦ при том что РПЦ вот поступают против этих самых баптистов но тем не менее мне мусульмане диктуют условия где находиться в автобусе ну просто полный полный я не знаю как это назвать ебутизму ебутизм процветает абсолютный вернемся ну так вот эти самые зарезанные бараны на Рамадан и другие мусульманские праздники у них может быть беженство и другие болезни которые потом в корве животных текут на московских улицах распространяя инфекцию а тут в Татарстане какие-то баптисты просто мирно вышли в хороший летний денек позагорать и покупаться в реке их жестко штрафуют их жестко наказывают у них отбирают их церкви этого в России не должно быть в России власть всегда нападает на слабого а не на сильного действительно попробуй против мусульман выскажусь поход на речку посчитали митингом а что дальше поход пенсионеров за колбасой в магазин посчитают акции по совершению конституционного строя в России и шпионаж в Польше Запада нет а так и будет потому что стоит открыть бабульке рот и полвозмущаться ценами в глазах власти она уже эта самая бабулька агент госдепа и наставит на то что она много лет проработала на заводе очень скоро так и будет маразм крепчает дурость в России возводится в абсолют и все это да при убожестве господина Мединского все правильно самый еще раз бездарный министр маразм в России как никогда баптистов подают в европейский суд по правам человека в ИСПЧ на татарские власти вот только их ждет баптистов неприятный сюрприз Россия очень скоро может выйти из ИСПЧ и свои 20 тысяч с компенсацией они не получат а получат баптистов в России 20 лет лагерей когда окончательно Россия выйдет из всего во что вошла и заткнется в себе окончательно и без поворота жёстко сказал ну как есть ничего не имею против баптистов ничего не имею против мусульман но разрешите баптистам проводить свои обряды в реке это будет честно и последняя новость на сегодня Британия поймала журналиста первого канала на шпионаже вот он шпигун России шпигун России Тимур Сиразиев на полставке так вот ну наконец-то очередная перемога но на сегодня для Британии и для её контрразведки МИ-5 то принять к ответственности Петрова и Баширова не так уж и легко а тут вот журналист пропагандист так ещё и шпигун так ещё в силу первой профессии он не прячется особо скорее всего как я уже сказал работает Тимур Сиразиев на две ставки ну много кто в России работает на две ставки надо же семью кормить первая ставка это журналистика съёмка сюжетов для первого канала а вторая ставка всё то что не попало в эфир по каким-либо причинам будь то хронометраж эфира или просто брак по звуку и картинке передаётся первым каналом и Тимуром Сиразиевым в частности на Лубянку герд-директор первого канала Константин Львович зависит от денег из бюджета который выделяется первому каналу было сообщение в СМИ что денег на первый канал и на другие федеральные каналы в России со следующего года увеличит а так как новых идей на шоу нет и вообще сейчас ТВ сдаёт лидерские позиции даже не столько интернету в целом а одному известному видеохостингу на котором я в частности который банит частных фраеров иногда по беспределу пользуюсь тем что альтернатива в виде рутуба убога в отличие от российских соцсетей где можно послушать музыку а самое главное без особых последствий её загрузить вот и приходится кет-директор первого канала работать ещё и на спецслужбы в его график входит в понедельник Эрнст с докладом на Лубянке в ФСБ во вторник Эрнст с докладом в Ясенево в СВР в среду Константин Львович Эрнст с докладом на Кризодубской в штаб-квартире ГРУ казалось бы зачем шпиону-диверсанту публичная огласка так ещё и публичная профессия легенда очень простой журналист собирает информацию как-то шпион да в отличие от лазурчиков он может прикрыться корреспондентской корочкой и никто не подумает что он шпион ну там дескать ага что-то вынюхиваешь а ты такой подходишь ну да я вынюхиваю вот мои документы я журналист я хочу сделать сюжет а ваше допустим пивно баре вот а на самом деле в это время он ставит прослушивающее устройство в этом баре вот такое может быть может быть ну и журналист может получить доступ абсолютно легальный на хромные форумы с международными лидерами куда не пускать например на G7 и поставить там свое шпионское оборудование замаскировано естественно под телекамеры дабы послушать о чем разговаривали Беркель с Бакродом или какие-то или какое платье любит Мелания Трамп мелочей в розетке не бывает и то что Тимур Сиразиев шпион не просто шпион а полушпион он работает на две ставки не вызывает сомнения Тимур сделал свой репортаж нагло грубо провоцируя британских военных почему Тимур Сиразиев шпион ответ ясен он ездил в Британию снимать фабрику троллей но почему-то ни разу не поехал в Петербург к знаменитому повару кремлевской кухни господину Пригожину снимать сюжет про его фабрику троллей и вместо этого он полетел в Вадгарю снимать работу секретной 77-й бригады Бедесерства обороны Британии он и его оператор тыкали своей камерой британские воеды в лицо рассекречивая их те отреагировали и начальство 77-й секретной бригады приказало не вступать в контакт с Сиразиевым с ним тупо и просто не разговаривать вояки вызвали полицию а воякам Британии запрещено задерживать гражданских лиц те скрутили Тимура и увезли участок где сейчас с ним разбирается контрразведка МИК-5 уже разобралась и выдворила Тимура Сиразиева за пределы туманного альбиона этого самого полушурналиста полушпиона из страны Тимур Сиразиев пытался проникнуть на территорию секретного объекта предварительно объехав территорию секретной части вдоль и поперек ясное дело что искало место для скрытого проникновения на эту самую базу нашей ГРОшной парочки диверсантов Петрову и Баширову а вдруг именно на базе 77 бригады Министерства обороны и находится Скрипаль вы не думали об этом а Тимур так под журналистским прикрытием искал ага где лазейка на этой базе на эту базу а вдруг там они держат Скрипаль она должна довести дело до конца так вот Тимур Сиразиев по сути своей военной разведчик даже если ему Эрнст и используют в темную ведь то что он там наснимал около 77 бригады интересует абсолютно все разведки мира а конкретно сколько людей на базе во сколько у них смена караула и дежурных где подол дырку не в заборе чтобы туда проникнуть все это Тимур Сиразиев снял на камеру шпигун однозначно шпигун а не журналист Тимур Сиразиев недаром у него брала интервью известная пропагандисточка Лиза Герсон которая окончила Санкт-Петербургский колледж а по сути это колледж там находится секретная академия КГБ ПГУ не просто так и эта самая Лиза Герсон отвечает за прикрытие агентов полужурналистов полушпигуров в Англии ее должны я призываю британские власти арестовать коллегу Тимура Сиразиева Лизу Герсон немедленно за то что она покрывала Тимура Сиразиева да и надо сказать что не надо Лизе Герсон угрожать по телефону а надо просто ее арестовать и выдворить из страны и еще что я могу сказать она с ним с Тимуром Сиразиевым делала репортаж ну когда там шел дождь я видел на НТВ шел дождь в Британии там она под зонтиком стояла а зонтик что это напоминает а это нам напоминает случай когда траванули вот это вот в Болгарии та история когда помните через зонтик вели яд болгарскому диктатору а вы не думали что это вот намек на этот случай конечно румынская разведка но при помощи КГБ это сделал или наоборот я уж точно не помню но так оно и было так а курирует сеть полушпионов полужурналистов конечно же Сергей Брилев не даром у него паспорт Великобритании все иногда не так просто как вам кажется но просто для разведки и контрразведки была бы воля сила и приказ Тереза Мэй Герсон Сиразиев и Брилев давно бы сидели в британском тауре в этой знаменитой тюрьме а так пока пусть балуются как сказал министр обороны Британии украинской газете аргументы в неделе вот такая вот собственно говоря у нас выдалась неделя всего вам наилучшего ух что у нас там еще 5 секунд ну что сказать до следующей недели пока до следующей недели